И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестью своему, и сказал ему, «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею, «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею, «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицем фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Моисей получает благословение своего тести и афора на то, чтобы последовать призыву Господа и вернуться в Египет. Наконец-то его вера возобладала над сомнениями и страхами, и он готов выполнять Божьи поручения. Господь говорит Моисею, что все, кто искал его смерти в Египте, уже умерли, а потому пришло ему время отправиться на миссию. Бог часто призывает своих людей исполнять трудную работу, но никогда не бросает их на произвол судьбы. Как только мы делаем шаг навстречу нашему призванию и судьбе, Он помогает нам. Единственный способ испадать благодать Господа – это принять Его Слово и послушаться Его. Применение. Какие страхи мешают вам беззаветно следовать призыву Господа? К чему сейчас Он вас призывает? Бог дает Моисею четкие инструкции относительно чудес, которые Он явил ему. Он также предупреждает, что сердце фараона будет ожесточено, и он откажется отпускать его народ. Более того, Господь хочет, чтобы Моисей предсказал фараону смерть его первенца за то, что тот не позволил Божьему первенцу, народу израильскому, поклоняться ему. Божий суд падет на Египет. По причине упрямого отказа фараона прислушаться к требованиям и заповедям единственного истинного Бога. Как сегодня вы будете поклоняться Господу? Молитва Бог любви, благодарю Тебя за поддержку и обеспечение, которое Ты даешь мне. Ты праведный судья и великий искупитель. Молюсь о том, чтобы моя жизнь была достойным приношением хвалы Тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok